На фоне очередных, никому не понятных, но в принципе приторно повторяющихся заявлений российского диктатора Путина как в Туве, так и во время Восточного экономического форума во Владивостоке, мы ничего нового не услышали, а Financial Times выходит с материалом, в котором анализирует и раннейшие заявления Путина касательно Курска и действия российской кремлевской власти и утверждает, что Путин все-таки, как он и сам сегодня говорит, Донбасс ставит приоритет, в частности Покровское направление туда. Все боеспособное свое оккупационное войско бросает курс, откладывает на потом, веря, что позже разберется с этой проблемой, особо внимания на нем не акцентируя. И несмотря на усталость экономическую и военную России, Путин все еще делает ставку на войну в долгую и верит, что может победить. А какие, как вы полагаете, Александр, еще факторы дают веру российскому диктатору в то, что они на плаву и даже движутся по этой военной реке к победе? Я, во-первых, бы сказал, что оценивая мотивацию Путина, не следует полагаться на то, что существуют какие-то обстоятельства, с его точки зрения, которые бы остановили бы намерение реализовывать свой достаточно сумасшедший план. И так было со всеми диктаторами, которые развязывали агрессивные войны. До последней минуты они верили либо в какое-то спасительное чудо-оружие, или в то, что случится какой-то глобальный кризис, который сыграет им на руку, или какой-то раскол союзников. Все это мы помним по истории 20 века. Ничто не останавливало даже ни катастрофическое ухудшение экономического положения, ни переноса военной на территорию государства, которое совершило агрессию. И Владимир Путин, на мой взгляд, он находится ментально в таком состоянии сейчас. Поэтому он знает, безусловно, и его окружение прекрасно знает, что экономическое положение ухудшается. И это фиксируется и многочисленными экспертами экономическими, которые смотрят на последствия двухлетней, двухсполинной летней войны для российской экономики и социальной сферы. Ухудшается и само общество, и изоляция работает, безусловно, разлагая очень многие-многие социальные связи и социальные практики в российском обществе. И деградация происходит. Это несомненно так. Но при этом надо иметь в виду, что мы видим человека, который окружил себя теперь определенным совершенно набором чиновников, которые готовы с ним заходить все дальше и дальше, в темный лес этой войны. И именно поэтому, несомненно, что Путин ставит целью, да, перед российским генштабом, ставит целью выйти на административные границы Донецкой области как можно скорее. При том, что у него это, очевидно, не получается. Не получается это и у российских военных. Надо напомнить здесь, что вопрос о том, чтобы штурмовать Покровск и продвигаться в этом направлении, он в апреле был, ставился. Писали о том, что на летний период российская армия будет, как бы там, три направления рассматривалась, и вот Покровская – одно из них. И вот, собственно, это происходит. Но происходит это все действительно крайне медленно, потому что два с половиной года войны. И от Донецка до этого Покровского, до Покровска по прямой, как мне пишут мои друзья, 50 километров, а если по дорогам, то 75. И за это время, собственно, за эти два с половиной года Покровск только еще планирует соштурмовать, Кремль только еще планирует. Иначе говоря, это медленная, медленная, тяжелая война. Путин, несомненно, сам к этому адаптировался. Но это не означает, вовсе не означает то, что надо смотреть спокойно на все остальные возможные направления действий Кремля. Необходимо, конечно, очень большое внимание, и внимание не только Украины, но и соседних стран, с Украиной к вопросам безопасности. Однозначно. Да, тем более, что российские дроны залетают и на их территории периодически, уламки ракеты не только лишь. Но видим, что решительность пока даже в том, чтобы сбивать смертоносные путинские ракеты над нашей территорией, далека от ее реализации, в частности и со стороны Польши, и со стороны Румунии. Да, ну вот Румуния дала Петрио, спасибо. Но, тем не менее, мы видим, что и дальнобойное оружие, как мы с вами в прошлый раз говорили, тоже еще только на столе, но не в реализации его на практике. В частности, вот наша Ярослава Могучих, спортсменка, также обратилась после очередных кровавых обстрелов Путиным, Львова, Кривого Рога, Болтавы, Сумы, Харьков к западным правительствам, о чем мы с вами говорили, что чем больше будет таких обращений, тем это будет мотивировать, потому что не могут не реагировать западные власти на это. Среагируют ли? Что еще должна сделать Российская Федерация, чтобы все-таки ей давали отпор, а не только не давали победить? Ну, надо сказать, что как раз те обстрелы, которые сейчас предпринял Кремль, поскольку это целенаправленная стрельба по центрам городов, крупных городов, они, конечно, произведут впечатление на весь глобальный альянс поддержки Украины, и нет сомнения в том, что двинется дальше вопрос и о предоставлении ракет большей дальности, и поиск, и передача Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны. И даже видно просто, что сейчас вот в последние эти два-три дня уже даже есть сообщение о том, что те или другие страны говорят, что те системы противоракетной обороны, которыми они располагают, которые они могут быстро передать, что они готовы передать. Так что все эти обстрелы, они сдвигают ситуацию в этом смысле. И все то, что действительно лежало на столе, но не превращалось в реальность быстро, оно двинется вперед. Я сейчас в этом не сомневаюсь. Да, Путин сам себе, стреляя по нам, убивая геноцид на наши семьи, целыми семьями, сам себе стреляет в ногу. Вот такими кровавыми действиями. План 4 плюс 1 повезет. Зеленский представит его Байдену, Камали Харрис, Сидону Трампу, потому что мы со всеми должны говорить, и учитывая, что еще непонятно совершенно, кто придет к рулю Белого дома, насколько реалистично, что его не только прочитают, услышат и посмотрят, а поверят в него так же, в нашу победу, как и мы. Я считаю, что в этом смысле слова любые усилия украинской дипломатии, они, независимо от их текущей эффективности, они очень важны, потому что они выстраивают длинную линию. То есть Украина не может воевать, обороняться, не предлагая со своей стороны какого-либо плана выхода из войны. Украина такой план предлагает. Этот план отвергается Кремлем сегодня, и мы знаем план, с которым выступает Кремль. Тот план, который предлагает Кремль, собственно, всеми партнерами, нынешними даже партнерами Кремля, признается нереалистичным, или это было видно по встречам Путина и с китайскими руководителями, и с премьер-министром Индии, и так далее, и так далее. В этом смысле у украинской дипломатии есть определенные перспективы. Да, дальше развивать какую-то концепцию окончания войны, которая была бы справедлива с точки зрения Украины. А надо иметь в виду, что сегодня по-прежнему во всем мире нет ни одного политика, который бы сказал, что надо завершить войну, признав победу Путина в агрессивной войне. То есть признать результаты агрессии. Признать и территориальные завоевания, и закрыть глаза на ущерб, который нанесен Украине. Таких политиков нет. Есть разные представления о том, как можно перейти к мирным переговорам, но, тем не менее, если говорить об общем издумательстве, то он таков. И в этом смысле слова, к предложениям Украины в любом случае будут прислушиваться. Если даже сегодня они не выглядят как реалистичные для реализации, и вокруг них невозможно построить какого-то переговорного альянса, то в любом случае эти украинские предложения, они все время будут на столе. И это очень важно. Александр, тогда у меня следующий вопрос. А зачем тогда Путин, который сегодня также упомянул Бразилию, Китай и Индию, говорят, что это его лучшие друзья в переговорном процессе, по его мнению, с его колокольни, вспомнил переговоры в Истамбуле, опять он их постоянно достает с периодичностью раз-два в пару месяцев, опять это все вспоминает, говорит, что Россия никогда отказывалась от переговоров, учитывая, что никто не воспринимает переговоры Путина с учетом, как он говорит, новых территориальных реалий наших оккупированных земель, для кого он ведет эту неферплей и достает постоянно эту карту? На кого это рассчитано? Да, это очень правильный вопрос, потому что, ведь дело в следующем тут, Кремль, когда он упоминает штамбульские договоренности, то этот сегодня, это целиком и только инструмент такой как бы информационной войны и пропаганды со стороны Кремля. Почему? Потому что, действительно, все хорошо понимают, что стамбульский протокол, он писался в совершенно принципиально иной ситуации, он писался до того, как Москва до июля присвоила себе четыре области Украины по их территориальным границам, плюс Крым, который был присоединен раньше. И поскольку Кремль сам настаивает на том, чтобы эти реалии признавались при любых дальнейших переговорах, то в таком случае никакие стамбульские документы не могут быть взяты за основу нынешнего возможного переговорного процесса. Это, действительно, для всех очевидно. Поэтому все воспринимают эту отсылку к стамбульским договоренностям просто как некоторую такую, ну, своего рода заглушку. То есть, надо забивать пробку, и Кремль ее забивает таким образом. То есть, с одной стороны, не двигаясь ни к каким переговорам, ни к какому окончанию войны, а с другой стороны, постоянно, действительно, заявляя, что там якобы стамбульские договоренности могут быть основой, якобы, вот, действительно, как сейчас Путин заявил, что... Ну, это, опять же, эти заявления просто не очень правильно читаются, они выпадают в заголовок, но в реальности, конечно, Путин не имел в виду, что он приветствует какой-либо альянс, который может быть создан по переговорам. Ему это не надо. Он просто сказал, что да, Китай, Индия и Бразилия, поскольку они в составе БРИКС и должны вот-вот приехать на саммит БРИКС в Москву, что да, вот такие страны могли бы быть. Вот и все. Больше он не здесь, в своем заявлении, он вовсе не призвал к организации какого-либо переговорного альянса. Сейчас во многом вообще надо иметь в виду, что многие заявления Кремля сейчас, и Путина, и Пескова, вернувшихся из отпуска, они все ориентированы на то, что через месяц состоится саммит БРИКС, который очень для Путина важен, поскольку Россия в этом году там председательствует, а дальше после этого саммита уже председательство будет переходить дальше, и Россия уже не будет председателем в этом комьюнити. И сейчас очень важен этот БРИКС, и поэтому делается много-много заявлений, направленных как бы и на Индию, на Китай, на симулирование дипломатической активности по этим направлениям, по той простой причине, что на самом деле состояние этого саммита БРИКС к осени этого года, в результате всего периода войны и летних событий. Состояние этого саммита не так хорошо, как Путину хотелось бы. Там очень много проблем, и непонятно, как будет выглядеть состав делегаций, и многое-многое под вопросом. Продолжение следует...